Итак, всем привет! Сегодня у нас снова будет необычный обзор. На этот раз чая опять в J-D. Вот я сейчас показываю вам первый из двух чаев, которые будут обозреваться сегодня. Стоил он 8 долларов ровно. Это была продажная его цена. Естественно, я брал по акции и мне он обошелся бесплатно, как и большинство товаров в J-D. Он упакован в железной коробке, что само по себе уже довольно прикольно. На упаковке только иероглифы мы видим. Вот, открываем. Внутри нас ждет 80 грамм чая, упакованного по таким вот пакетикам. Пакетики упакованы вакуумным методом, то есть они твердые. Опять же, на упаковке только иероглифы, то есть что-то там прочитать не представляется возможным. Ну, теперь, в общем, будем распаковывать следующую упаковку чая. Этот чай был уже дороже, чем первый. И обычная продажная цена у него была 8,69. Вот в более такой продолговатой коробочке он был, опять же, на упаковке только иероглифы, за исключением чая-дис, что-то там ти. Ну, короче говоря, за исключением самого названия, это дата производства. Значит, опять же, внутри нас ждут такие вот пакетики. Судя по их расцветке, вид чая тоже другой, но иероглифы здесь одни и те же. Опять же, упакованы вакуумным методом. Вот такая вот вторая коробочка чая. Собственно, сейчас приступим к дегустации. Итак, ну и сейчас заварим этот чай. Посмотрим, попробуем. Первым, значит, начнем вот этот вот, который стоил 9,41. Ну, как бы, обычная продажная цена у него была 9,41. Я, насколько понимаю, это и то, и другое чай Улун китайский. Значит, здесь по 80 грамм в каждой из этих вот упаковок. То есть, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, значит, пакетиков. Вместе все, я так понимаю, они 80 грамм весят. Ну, судя по тому, что написано на сайте. Вот, есть у меня для заварки такие штуки. Какая-то, кстати, тоже китайская стоила, там, на Тайни-Дил в свое время покупал, там, пару центов тоже с поинтами стоила. Вот, заваривать будем таким образом. Ну, и такая вот железная, аналог, в общем-то, той, наверное, железная все-таки будет лучше, потому что от пластмасски, от этой может какой-то сохраняться, там, не знаю, вкус пластмассы, запах пластмассы. Вот, ну, давайте откроем, кстати, тут вот есть такая прорезь, чтобы удобнее было открывать. Так. Так, и здесь он еще в одну упаковку упакован. Так. Я, честно говоря, не понимаю, это одна порция или это не одна порция. Ну, то есть, вот это вот. Так, а, ну, здесь уже пакетик не запечатанный. Таким образом выглядит этот чай. Похож на какую-то землю, честно говоря, больше. Вот, ну, давайте попробуем сначала вот в этот засыпать. Ну, пахнет прикольно. Так, ну, как видите, здесь больше, чем одна порция, судя по всему. Ну, так, не знаю, зачем я сюда насыпал, надо это пересыпать сюда. Так. Закрываем. И заливаем кипяточком. Так, тем временем, пока что, значит, этот закроем и откроем следующий чай и заварим его на другой пробочке. Так, отставляем в сторону. Ну, здесь такая упаковка даже еще более прикольно выглядящая, такая, ну, вот, подарочная. Так, берем, значит, здесь вот так вот выглядит сама упаковка спортсле чая. Тоже, кстати, есть прорезь для того, чтобы лучше отрывать было. Ну, схема та же, что есть. Внутри еще один пакетик. Чай, честно говоря, выглядит абсолютно идентично. Скорее всего, он такой же и есть. Ну, как этот вот. Кстати, вот, если в прошлом он был не заклеен, то этот заклеен. Может, он просто клей как-то отравался или что. Да, и пахнет так же. Не, а вот этот пахнет, кстати, скорее всего, вот этот вот зеленый. Вот потому что вот этот конкретно зеленым чаем пахнет. Этот так не пахнет. Так, ну, давайте пробовать теперь этот всыпать. Пахнет. 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 Так, ну и теперь ждем, пока заварится. Итак, в общем, чай заварился, уже немножко подостыл. Чтобы не пить кипяток, естественно, я подождал. Ну, пробуем, собственно, вот с этого первого. Вот он, собственно, он заварен. Ну, это, короче, обычный молочный удун, вот этот вот. В принципе, неплохой такой по вкусу. Сахар, в принципе, вообще ему не нужен. Вот, ну, пробуем теперь этот вот, который, скорее всего, зеленым окажется. Да, это просто зеленый чай. Это молочный улун. Значит, что еще хочу сказать. Скорее всего, вот эти вот пакетики, они предназначены для целого чайника. Потому что, вот смотрите, я сюда насыпал половину этой вот емкости. Он, как бы, разбух и занимает, ну, еще пространство. И, скорее всего, если было больше пространства, занимал бы и больше. То есть, все эти листики раскрылись от кипятка и, в общем-то, разбухли. Вот таким вот образом выглядит раскрывшийся зеленый чай. Ну, и таким вот образом выглядит раскрывшийся улун этот молочный. Вот, ну, что хочу сказать. За 10 центов чай, вот эти вот, в железной упаковке, это просто супер приобретение, на мой взгляд. Вот, я взял себе даже впрок немножко, буду дарить кому-нибудь на Новый год. Сейчас Новый год же близко, уже скоро. Вот, ну, не то, чтобы я советовал, вот, покупайте чай, там, вот этот или там этот. В нем ничего особенного нету, ни в этом, ни в этом. Но, как бы, за такую цену, в такой упаковке отличное приобретение, я считаю. Мне, конечно, больше нравится именно зеленый. То есть, этот молочный улун, естественно, я пробовал до этого, собственно, как и зеленый. Но мне вот сам этот привкус, то есть, ну, у этого молочного улуна, у него привкус именно вот такой, как, ну, собственно, молочный. Как будто какие-то сливки или что-то вот такое вот. А зеленый такой, он даже больше чем-то на кофе смахивает. Вот. В принципе, вот такой вот обзор. Я думаю, что на GD этим чаем закупились все, кому не лень, ну, когда это распродажа была. Ну, может быть, кому-то будет интересно посмотреть мои впечатления. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok